МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Причем видно, что их пытались здесь же, буквально в метре от водоема, сжигать. Словом, видео специально для рубрики без комментариев. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Однако эта тема получила совершенно неожиданное продолжение. Как вы могли видеть, на свалку выбросили рекламные газеты магазина Берингов. Был такой магазин в Коломне, но два с лишним года назад на его место пришел другой магазин Эльдорадо. Собственно, Эльдорадо и стал той самой единственной ниточкой, которая позволяла хоть как-то увязать внезапно образовавшуюся свалку и магазин, которого уже нет и в помине. Тем более, что на газетах не было указания типографии, где их печатали. Наш журналист вышел на сайт Эльдорадо и оставил там сообщение о свалке с просьбой помочь найти ее концы. В этот же день, спустя всего несколько часов, нам в редакцию позвонили представители компаний из Москвы и заявили, что Эльдорадо не безразлично, что имя компании может быть связано с каким-то негативом. И вот что было дальше. Мы оставили сообщение для руководства Эльдорадо в Москве 16 июня в 12 часов 14 минут. Если откровенно, не особенно рассчитывали на ответ. Но получили его в тот же день, в 18.59 с пометкой «Важное». Менеджер по связям с общественностью компании Эльдорадо Томас Будрис писал. «Спешу поделиться с вами результатами проверки. Магазины в Коломне и их руководство не занимаются распространением рекламных газет. Крупные тиражи для рассылки по почтовым ящикам напрямую направлялись центральным офисом Берингова партнерской компании-распространителю. Эльдорадо стала владельцем сети Берингов в 2011 году. Так как речь идет о событиях более чем трехлетней давности, установить конкретного исполнителя, который должен был доставить эти издания, не представляется возможным. Однако, будучи социально ответственной компанией и не желая оставаться в стороне от сложившейся ситуации, компания Эльдорадо решила устранить последствия данной свалки. Просим сообщить ее точное местонахождение. Так, сегодня утром на место свалки выехали лично директор коломенского магазина Эльдорадо Алексей Мшенский, водитель на грузовой газели и двое рабочих. И работа по ликвидации свалки закипела. Кстати, как нам удалось выяснить, информация о свалке в Коломне дошла до генеральных директоров компании, взявших ситуацию под личный контроль. Наша компания среагировала в течение трех часов на данную заявку, что газеты фирмы Берингов были выброшены рядом с водоемом. В течение шести часов наняли машину, грузчиков. Так как Эльдорадо поглотила компанию Берингов уже более двух лет назад, было проведено расследование по поводу данных газет. В магазин Берингов, который находился в Коломне, данные газеты не поступали. А максимальная поставка была 150 газет для выставления в магазине. Данные газеты печатались в типографии в городе Москва, и фирма-распространитель получала их напрямую. Так что прошло уже более двух лет, и виновно уже не найти. Так как компания Эльдорадо является социальной компанией, то есть было принято решение за счет компании Эльдорадо утилизировать данные газеты. Ну, в данный момент вы видите, что происходит. Мне прошло 19 часов, ребята на месте все вывозят, забирают. И что вы планируете дальше с ними делать? Где-то бросите? Нет, мы их нигде не бросим. Данные газеты поступят в пункт утилизации, специально у нас есть данный пункт, где утилизируется... Ну, значит, что у нас проходили акции утилизации, сдавали старые техники, у нас есть специальный пункт, который утилизирует ненужную продукцию. Все в рамках закона утилизируется, как положено. Примерно полчаса понадобилось сотрудникам компании Эльдорадо для того, чтобы все до единой газеты сложить в машину, ее заполнили почти полностью, и отправить газель в пункт утилизации. Конечно, кто устроил свалку и занимался сжиганием мусора на берегу водоема, так и осталось неизвестным. Пусть это будет на его совести, но компания Эльдорадо без преувеличений отработала в этой ситуации на отлично. Быстро, четко и, главное, неравнодушно. За что ей, как сейчас говорится, респект и уважение. Это отличный пример для всех нас и хорошая доля позитива в нашей повседневной жизни. Продолжение следует...